Субтитры создавал DimaTorzok Так хорошо? Изумительно! Потрясающе! Игра света и тени Божественной формы Это просто шелепа! Ну что? Я думаю, это надо отметить По бокалу шампанского Ну, мне завтрак в первой паре Препут будет ругаться, если я опоздаю Ну, разве что по одному бокалу Субтитры создавал DimaTorzok Все все узнают! Все! Я молчать не буду! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодая девушка убита ножом А рано утром собачник обнаружен в трупах А что за следы наши? Цепочку что ли сорвали? Ограбление думаешь? Из сумочки все вывернуто, ни кошелька не выпил А паспорт с собой? Есть студенческий билет, Евгений Абогушевич, 20 лет, третий курс, бит институт Что это у нее в руке? Не могу достать окоченение Похоже на обрывок фотографии Я думаю Антонова достанет Санитары! Забирайте тело Андрей Посмотри тут упаковку от презерватива Ой, пальчик просто изумительный И краска какая-то Дай-ка Держи Так, краска это обычная акварель И лобковый волосок Увы ДНК в базе отсутствует Зато пальчик нашелся Здравствуйте 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 Капитан Данилов, федеральная экспертная служба Капитан Власова Вы соседка Евгения Абогушевич? С Евгением случилось несчастье Ее убили Причина смерти колотые раны Один из ударов пришелся прямо в сердце Время смерти? Около 19 часов Смотри Действительно обрывок фото Залит кровью Передам в лабораторию Следы сексуального насилия Но погибшая не девственница Жила половой жизнью Я повторяю вам еще раз, что Евгений Абогушевич это я Да, действительно Евгения Абогушевич А это что? Да вы нашли мой старый студенческий Фотку новую приклеили Интересно, вообще кому-то понадобилось Это девушка убили Да Красивая Скажите, я как к жертве мог попасть в ваш студенческий билет? Откуда я знаю? Я его год назад потеряла Деканатином выписали Это же не паспорт, мне надо в полицию заявлять Еще есть одна странность Зоны роста в костях не закрыты Точно могу сказать, что ей нет еще и 18 Одежда и белье Дорогие качественные бренды Да и сумочка, я смотрю, не из дешевых Вот только при этом Утонченная зубная эмаль Тонкие волосы Несбалансированное питание? И недостатка витаминов Я провела анализ содержимого желудка И изучила остатки последнего ужина этой девочки Сосиски, каши, перловы, компот Все это как-то очень странно Не связывается одно с другим Так, смотри, отпечаток на упаковке Презерватива принадлежит Петру Львовичу Левашову И чем занимается этот Левашов? Художник В свое время косил от армии в психушке Там его пролечили психотропами Лучше послужил два года Факт Белый билет Страдает приступами агрессии Во время кратковременных провалов памяти А откуда его пальчик у нас в базе? Он застал жену с любовником Обоих сильно избил и получил условный срок Мастерская Левашова Совсем рядом с местом преступления Извините Вы эту девушку знаете? Нет Никогда не видел Я художник У меня отличная зрительная память Я говорю, не видел А это, простите, кто? Просто медальон тот же самый Так и здесь и подпись в углу Левашов Ну хоть какая-то правда И дата Четыре месяца назад В ФЭС расследует убийство девушки Рядом с трупом найден студенческий билет На имя Евгении Богушевич Но Богушевич жива Ее студенческий был потерян год назад В сумочке жертвы найдена упаковка От использованного презерватива С отпечатком пальца художника Левашова Левашов отрицает, что знаком с убитой Однако в его мастерской найдена картина На которой изображена погибшая Слушай, ну это явно не темное фото Левашов и партнерша А это наша жертва? Ну, к сожалению, часть девушки оторвана Осталось только кисть от нее И кусочек колена Узнаю я эту девушку, да Познакомились на выставке Представилась как Евгения Богушевич Я видел ее студенческий Сводил в ресторан Потом пригласил ее к себе в мастерскую Написал картину И занялись сексом На упаковке от презерватива Ваш отпечаток пальца Левашов Похоже, вы не только пишете Но и почему-то режете свои картины ножом Кто вот эта женщина На остальных картинах? Моя бывшая жена Она мне изменила После развода Я это все порезал Почему же вы изрезали картину этой девушки? Да, Андрюх, я понял Звонил Холоду Говорит, что ДНК Левашова Соппадает с волосками, с презервативом Я переговорила с друзьями Левашова Спустя несколько дней После даты свидания Левашова с жертвой Которую написал на картине Художник действительно занимал у них деньги Много? В общей сложности получилось около двух тысяч долларов Долг до сих пор не отдал Для чего вы занимали у друзей две тысячи долларов? Изнасиловали девушку И искали деньги, чтобы откупиться? А теперь она снова к вам пришла за деньгами? Деньги негде было взять И вы ее убили? Я ее не убивал Ну вот чем конкретно жертва могла шантажировать Левашова? Как ни крути, прошло четыре месяца Не осталось ни улик, ни доказательств насилия Даже если оно и было Если секс по взаимному согласию, криминала нет Даже если нет восемнадцати Шестнадцать же ее уже есть Да, к тому же Левашов в разводе Так что в убийстве смысла нет Но он явно чего-то боится Очень боится Вот только чего? Того, что на оторванном куске фото Личная жертва до сих пор не установлена Ой, я не знаю, может быть уже пора давать объявление в СМИ? А-а-а, я думаю, что есть способ побыстрее Фотка напечатана на струйном цветном принтере Ну что вы, никогда не слышали про желтые точки Это кодировка, которая автоматически наносится при печати принтером Да, такая технология используется еще с тех пор Когда на этих цветных принтерах печатали фальшивые деньги В точках обычно кодируется время и дата печати Модель и серийный номер принтера Фотография напечатана вчера утром Три месяца назад принтер с таким вот серийным номером Поставлялся в один из детских домов Ребята, а жертва наша очень плохо питалась Возможно, она была детдомовской Смотри, а вот и наша жертва Заводовская Вера Аркадьевна Здравствуйте Филимонова Альбина Марковна, директор детского дома Чем обязаны визиты ФС Капитан Власовна Капитан Данилов Альбина Марковна, с одной из ваших воспитанниц случилось несчастье С кем? Верочка Заводовская Семнадцать лет девочке Пара месяцев до совершеннолетия Выпуск на носу Такая девочка хорошая Яркая, умненькая Нам нужно ей личное дело Да, конечно Знаете, у нас в детском доме ее младшая сестра Надя Ей всего тринадцать Девочки так любили друг друга Всегда вместе Скажите, а к принтеру доступ кто имеет? Да кто угодно Правда, дети не все умеют им пользоваться Подарок спонсоров Тестовую страницу распечатайте, пожалуйста Пожалуйста Сестры в детдоме уже десять лет Что-то случилось с родителями? Знаешь, тут в личном деле информации нет, но я выясню Принтер тот самый, на котором была напечатана фотография зажатого руки Веры Варя Показывайте Верочка, Верочка, девочка моя, это Вера Не может быть, ой, господи, ну как же мне надо, как карочка Галь, помоги себе, Наденька Что с какой-то Сажаем Наденька Уморок настоящий, бедная девочка Ну-ка, дыши Где была Надя вчера? Надя в больничном изоляторе, восстанавливалась после гриппа Подождите, неужели вы подозреваете, что Наденька как-то могла быть причастна к случившемуся сестрой? Ну что вы? Это стандартные вопросы Вот это было на Вере Заводовской в момент ее смерти Но у наших воспитанниц нет денег на такие дорогие вещи Понимаете, это детдом, все на виду Если бы кто-нибудь увидел Верочку вот в такой одежде, ну разговора было бы Кто мог желать ей смерти? Не знаю Колодов проверил, мобильная Вера не покидала соту детдома Похоже, это двойная жизнь на мобильное распространялась Шпионы какие-то, они дети Да, не говори Не волнуйся, рассказывай Нет, я ничего не знаю Я никогда не видела у Веры других вещей Один знакомый Веры нарисовал ее портрет Смотри, тебе знаком этот кулон? Да, конечно Вера носила его не снимая Он остался еще с тех времен, как наши родители были живы Их убили И маму, и папу Наденька, я попрошу тебя внимательно посмотреть на одного человека И сказать, не знаешь ли ты его Ничего страшного, мы пойдем с тобой вместе Пойдем? Пойдем Я боюсь Он меня не увидит? Не волнуйся, стекло одностороннее Нет Я его не знаю Альбина Марковна Вы и Надя можете идти Спасибо 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 Мобильник заводовской выключен, но если батарея не отсоединена, нам повезет Что-то нашел? Угу Прикреплен скотч Да, точно шпионы Запаролен? Угу Ну, будет на Андрюхе работать Все, с кем общалась Вера Заводовская В основном были в соте детского дома Наверняка, дорогие детдомовцы А, ну и сестренка А вот это интересно Один номер в черном списке О, в переписке с ним куча угроз Включаю угрозу убийства Я свяжусь с Филимоновой и выясню, чей это номер Возможно, он принадлежит кому-то из детдомовцев Кошмар Это, это номер Гриши Гриша Чеснокова Он ухаживал за Верочкой Но они расстались два месяца назад Сейчас Алло, Чеснокова ко мне срочно Гриша даже убегал из детского дома Но, правда, мы его быстро нашли и вернули А потом он пытался вены себе резать Алло, да Что? Чесноков опять сбежал Угрозы своей исполнил Ну, Лека не убежит Погнали Ты убил ее? Я не хотел жить Потом следил за ней Видел ее с каким-то мужиком Она в такой одежде была Закачаешься Я когда узнал, что Веру убили Побежал, куда глаза глядят С Верой был этот мужчина? Нет, мужик совершенно другой был Можешь показать? Около какого дома примерно видел Веру Заводовская снимала здесь квартиру Поплатила наличными Соседи и хозяйка, кроме Веры здесь никого не видели Да, действительно вела двойную жизнь Ох, рискованные занятия для несовершеннолетней девочки Кровь? Откуда? Возможно, переносом с ключа Заводовской? Думаешь, убийца забрала у нее ключ И побывала в квартире? Хороший вопрос Так, это дубликат? Да ФЭС расследует убийство воспитанницы детдома Веры Заводовской Вера вела двойную жизнь У нее был студенческий билет на чужое имя Дорогие вещи Улики ведут к художнику Левашову Подозревают, что Вера шантажировала Левашова В детдоме воспитывается младшая сестра Веры 13-летняя Надя Надя утверждает, что ничего не знала о двойной жизни сестры Детдомовец Гриша, страдая от неразделенной любви Следил за Верой Благодаря Грише ФЭС Находит квартиру, которую снимала погибшая Похоже Да, точняк Это он был тогда с Верой Это тот мужик Смотри, сколько у этой Заводовской одежды дорогущего бренда Живут же люди Интересно Откуда у девочки ездить дома? Столько денег Ну, сначала был Левашов Теперь появился другой мужчина Возможно, побогаче Дай пакет На замке кровь Веры Заводовской Убийца был в ее квартире На одном комплекте приборов мужская ДНК Наверняка того самого мужика Любовник? Нет Ты не поверишь Это отец Веры Заводовской Нет, нет Этого не может быть Ведь Надя и Вера попали в детский дом после смерти родителей И как они погибли? Двойное убийство, висяк Убийца не был найден Ага Я, значит, запрошу это дело в архиве Давай Это улики по убийству родителей Заводовских Ну, а вкратце Что случилось там? Смотри Заводовских зарезали на их съемной квартире Мать была домохозяйкой Отец работал на двух работах За год до убийства собирался брать ипотечный кредит Были даже деньги три миллиона Да я угадаю, деньги пропали Представляешь? Неожиданно, но факт Погнали Галь, ты здесь? Я провела сравнительный анализ ДНК Наде и Веры Образец Нади остался на стаканчике с водой, когда она пила после обморока Так вот, они не совсем сестры Если так можно сказать Мать у них, конечно, общая А вот отцы разные Причем Отцы родные брати Но у официального отца Веры и Нади Не было никакого брата Выходит, был Вернее, есть Слушайте, есть неплохой частичный отпечаток пальца Да, но десять лет назад Его поиск по базе совпадений не дал Сейчас еще проверю Тут совпадение с отпечатком из съемной квартиры Это биологический отец Веры То есть, получается, родители девочки Убил родной, брат Заводовского У Заводовского был старший брат Их мать сдала в детдом Увы архивы не сохранились, сгорели Имя и фамилия этого старшего брата неизвестны? Мы знаем только то, что он был любовником матери девочек И, судя по датам, к моменту свадьбы Она была беременна Уже на втором месяце А Надю мать родила, значит, уже от мужа Но как девочкам удалось выжить во время убийства? Вера была в школе Она как раз пошла в первый класс А к соседям снизу из квартиры Заводовских протекла кровь Полиция вскрыла квартиру Ну и обнаружила трупы И трехлетнюю Надю Она сидела в луже крови Рядом с телом матери Убийца пощадил ее Но либо не заметил Возможно, с тех пор Надя и не выносит вида крови А спустя десять лет Вера была убита точно таким же способом Но почему ее родной отец появился только сейчас? Он был у нее в квартире Видимо, именно с ним Чесноков ее и видел Значит, Вера его помнила по своей до детдомовской жизни Может, и Надя его помнит? Не могу дозвониться Ни до Нади, ни до директрисы Давно мертва Кресло привязан Как будто они что-то перед смертью выясняли Дай нож Мы обнаружили труп Филимоновой в ее квартире Пришлите в машину Для транспортировки тела Причина смерти асфиксия В крови обнаружен Коньяк и клофелин Он же в одном из бокалов В соединении с алкоголем Клофелин отключает сознание Я думаю, ее вырубили клофелином Привязали к креслу Потом, когда она пришла в себя Допросили И задушили Пальчик принадлежит безымянному отцу Веры Слюна на бокале Тоже его Ну зачем ему убивать директрису? Может, обыск в ее кабинете нам что-нибудь даст? Ух ты! Так, а это что? Пачка долларов Материалы на удочерение Заводовской Веры Аркадьевны Неким Кардановым Олегом Васильевич Смотри, фото на ксерокопии Этого Карданова Очень сильно смахивает на фтороба Сделанный Чесноковым Подожди, а Надю этот Карданов тоже собирался удочерить? Нет, а Надя ни слова Там по закону же как? Двух сестер не разделяют при удочерении? Ну, это только по решению суда Если только пойдет им на пользу Ну, по словам покойной Филимоновой Сестры друг друга обожали На долларах отпечатки пальцев отца Веры Карданов это он И он заплатил Филимоновой за удочерение Веры Да, только не понятно зачем Он мог доказать, что он родственник и удочерить Не платя взятки Да, это подозрительно Пришел ответ по паспорту Карданова Регистрация в Орле Лево А сам этот паспорт хоть настоящий? Настоящий, что настоящий Но получен по утерянному свидетельству о рождении То есть вообще не факт, что это его реальное имя Призрак какой-то Появляется из ниоткуда и исчезает на годы Вот где он жил, пока оформлял удочерение В гостинице? Такой человек не стал бы светиться в месте Который официально регистрирует жильцов Документы на удочерение? Да, и в папке шерсть енота живого Слушайте, при небольшой гостинице на Мальненском шоссе Есть контактный зоопарк с енотами Рит, в общем, Карданов выписался два часа назад Хорошо, уборку в номере не успели произвести Здесь столько лекарств, можно аптеку открывать Судя по лекарствам и их количеству Карданов серьезно болен И ему требуется срочная пересадка почки Теперь ясно, зачем он хотел удочерить Веру Да ей совсем чуть-чуть осталось до 18-летия После ее 18-го дня рождения Карданов смог бы добиться Согласия дочери на донорство И забрать у нее почку Да, но это все не объясняет убийство Альбины Филимоновой Откуда пропала Надя? Она ведь совсем еще ребенок По сводке прошел угон машины Как раз на Мальненском шоссе Недалеко от гостиницы с контактным зоопарком Запрошу видео с камер План перехват мы объявили Но многое до сих пор не ясно Кто, например, убил Веру Заводовскую? Карданов Вряд ли От нее, как от донора, зависела его жизнь А если Вера что-то вспомнила Ей было семь, когда Карданов убил Заводовских Если Вера заподозрила его в смерти родителей Тогда от нее стала завести его свобода А если Карданов убил родную дачу Откуда на ее теле улики против Левашова? Ну, Вера могла сама рассказать Про свои отношения с художником И Карданов его подставил? Как вариант Распечатал фото на принтере в детдоме Во время визита к Филимоновой Ну, а почему фото разорвано? Что-то тут не клеится Да и вряд ли юная девушка показала бы ему интимные фото Постеснялась бы Прислали видео с места угона Это же Надя Заводовская Галя Ты представляешь, я подняла результаты одного из тестов Которые проводили в детском доме У Нади Заводовской Коэффициент интеллекта Сто шестьдесят Ого Это как у Эйнштейна Угу Слушай, так может мы ее недооцениваем Но в любом случае девочка с таким умом Не могла не знать о двойной жизни сестры И между прочим У Нади тоже был доступ к принтеру в кабинете директрисы Угнанная машина засветилась на трассе Сейчас брошена недалеко от очередной небольшой гостиницы Спасибо Наиболее частыми причинами некротического повреждения почек Является прекращение кровоснабжения И воздействие патогенных продуктов бактерий Или вирусов Смерть пациента Ключ в крови Коробка с упаковками от использованных презервативов Пачка доллара в США Пузырек Карта памяти На купюрах отпечатки разных мужчин А на одной из пачек пальчики Явашова И отпечатки этих же мужчин на упаковках с презервативами Теперь ясно, чего так опасался наш Пикассо со справкой Вы все-таки откопали эти фото Теперь вы понимаете, что со мной на фотографии ребенок И что я не мог об этом сказать Секс с ребенком Уж лучше Сесть за убийство, которое я не совершал Я честно не помню, что у меня было с этой девочкой У меня бывают провалы в памяти Вы не единственный Кого шантажировали Фото с детским порно Постановочными проверили Девочка на этих фотографиях девственница А вы Левашов Были под клофелином У Верки бы на это мозгов не хватило Это я все придумала Верка ознакомилась с мужиками Убеждала, что не силовики И не бандит А потом мужчина приглашал Веру в гости Ну а дальше сами знаете Эти свиньи сами норовили Предложить выпить и расслабиться Верка подливала им клофелин А когда они отрубались Впускала меня И вы делали фотографии А упаковки от презервативов? Секса никакого, конечно, не было Но мужики же готовились И резинки у них были Это про фоски, можно сказать, что монтаж А отпечатки пальцев Улика И после этого вы их шантажировали? Все платили Все до единого Но мы не жадничали Пару штокбаксов и норм Гуляй дальше А потом появился твой дядя Когда я узнала, что он собирался удочерять Верку Я попросила удочерить и меня тоже А вы не могли бы и меня тоже удочерить? Вы же наш родной дядя Мы с Веркой и готовить будем И по дому Сейчас не могу Надюшу Ну, просто финансово не потяну А может попозже? Пока я могу только одну из вас удочерить Из-за дурости Веры Альбинка узнала про наш бизнес и заставила делиться А Верка Тупая дура Тратила деньги на шмотки Вместо того, чтобы откладывать А после удочерения Нашему бизнесу вообще настал бы каюк С кем бы я работала? В твоих вещах мы нашли нож На нем замытая кровь сестры Это ты убила Веру Заткнись про удочерение Врубаешься? Отстань от дяди Не конюч Иначе за тебя и я останусь в пролете Если ты не уймешься Я все всем расскажу И фотки покажу Какая ты шлюха И в детдоме, и дяди И тогда никто Никогда тебя не удочерит Все все узнают Все Я молчать не буду Я заслужила нормальную семью А не тупая Верка Остаться одной в 13 лет в детдоме Что мне оставалось? А крови я, конечно, не боюсь Тогда перед опознанием Я накладалась таблеток для давления Чтобы упасть в обмав Ну и Альбинка меня покажет Зачем ты забрала медальон? Там внутри фотомама Я жду к выдвигаю Альбинка меня добавляю Это нежно Нежно Съединие Я ее не помню, но всю жизнь по ней скучала. Я надеялась, что после смерти Веры дядя Олег удочит меня. Я проследила, как он поехал к Арбине над домой. Когда ушел, позвонила в дверь. Таня хотя впустила. А про эти ваши дела с Веркой молчи, ясно. ФС расследование ведет. Если что, плохо будет всем. Альбина стала опасна. Ваши приберлись за дом. А я-то надеялась, что арестует Левашова. И улики вроде правильно подобрала. Вы бы докопались до шантажа. И тогда меня бы отправили в колонию вместо дочерения. Мне пришлось убить Альбину. Клофелин у меня был. Альбинка всегда была не дура выпить. В детдоме все знали, что она даже на работе бухает. Когда я пришла в гостиницу к дяде, он обрадовался. Сказал, что мы уезжаем. Вдвоем. Я была счастлива. Но потом... Да, да. Да я вас слышу и прекрасно понимаю. Ваше дело обеспечить пересадку. Донор будет. Мне нужна была правда. И Карданов, но все признался. Да, 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 да. Это... Это я их убил. Твой отец дал мне деньги, которые я копил на квартиру, а мне... Мне нечем было их отдавать. Мне... Мне пришлось. И ты убил моих маму и папу? Мразь. А как ты собирался удачать Верку? Я выяснила. Сестер нельзя разлучать. Ну, у Альбины был какой-то знакомый судья. Я заплатил. И все ради почки? Верка была тебе не нужна. Что бы с ней стало после операции? Я хочу жить. Не убивай меня. Вы же родная кровь. Я решила не пачкать от него руки. Просто не давала бы ему воды и таблеток. Сам бы конь не двинул. Надя, как на самом деле звали твоего дядю? Он не говорил? Разве не Олег? Не знаю. А почему звали? Сдох, что ли? Да, он умер только что в больнице. Он заслужил безымянную могилу. Без имени и без рода. А мне всего 13. И меня нельзя судить за убийство. Тебя отправят в специнтернат. Думаете, это хуже детдома? Ну, разве что решетки на окнах. Ничего. Я выживу. Норматива приступить. Ну, и в чем смысл этого упражнения? Чтоб метко стрелять, противника надо видеть. А от пальбы во тьме наугад толку мало. Ты вообще как в спецназ попал. Как все остальные? Как и все остальные, тренируй органы чувств. Чтоб научиться стрелять на звук. Чтоб чувствовать обстановку всем своим телом, как зверь. Каждому волоску. Так вот, почему у тебя на спине такие густые волосы. Все. Боясь Царев, разборку-сборку, автомата закончил. Тепа. Это что, авария на подстанции? Да не похоже на аварию. У соседей же свет есть. Похоже, у нас пробки выбило. Интересно, из-за чего. Странно. Из квартиры я свет включить не могу. Похоже, на площадке защита сработала от короткого замыкания. Я все равно не понимаю, о чем ты. Да выйти, говорю, мне надо. Юр, ты заставляешь меня волноваться. А-а-а! Юр, ты заставляешь меня волноваться. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у трупа одна единственная рана, под левой лопаткой, в области сердца. Повести, Степ. Злоумышленник явно хотел остаться незамеченным. Дверные глазки заклеены стикерами. Расширьте. Лампы в подъезде выкручены. А чтобы выманить жертву, он просто обесточил квартиру. Ну, чего-чего, от темноты убийца точно не боится. Санитары, тело забираем. А ведь погибший в некотором роде наш коллега, тоже из силовиков. В базе данных есть упоминание о его службе в спецназе ГРУ. Ну что, передаем дело военной прокуратуре? Не выйдет. Лейтенант Юрий Расчёсов, уволен из армейских рядов, следовательно, является лицом гражданским. И поэтому расследовать его гибель будем мы. Вот кому он что плохого сделал? За что его убили? Как мне теперь жить? Скажите, а Юрий Борисович рассказывал вам когда-нибудь о своих проблемах? Может быть, у него были недоброжелатели, какие-то конфликты, долги? Нет. Нет. Ничего такого он мне не говорил. А что вы знаете о его армейском прошлом? Ну, только то, что он служил в спецназе. Он уже ушел оттуда, когда мы с ним познакомились. А на все мои вопросы про работу в ГРУ он отвечал, что дал подписку, а не разглашение. А после окончания военной карьеры кем он работал? Он говорил, что дает консультации. Да. Но вот кого он консультировал и по каким вопросам, я не знаю. Но на жизнь нам хватало. Ой, как мне теперь жить? Как? Удар нанесен обоюдоострым, колюще-режущим предметом. Раневой канал слепой, прямолинейный, сужающийся длиной порядка 10 сантиметров. Входное отверстие продолговатой формы, максимальная ширина которого около полутора сантиметров. Убийца действовал со знанием дела. Напал сзади. Удар точно в сердце. Так обычно разведчики и диверсанты часовых снимают. Любопытно, однако, у клинка параметра. Это или спецзаказ, ну или самоделка. Но во всяком случае, в соответствии с образцами холодного оружия, состоящего на вооружении силовиков, я не нашел. Надо же, и с этими стикерами, которыми глазки дверные были заклеены, схожая история. В каком смысле? Их тоже нет на вооружении силовиков? Очень смешно. Ты говорила про самоделку. Так вот, бумага эта не фабричная, а явно ручной работы. И вообще, похоже на какой-то сувенир, привезенный за границей. Подожди, если этого здоровяка сняли как часового, то кто? Перед нами бывший спецназовец. Он сам часовой снимать должен. И погаший свет располагал к тому, чтобы парень полностью мобилизовался. Так может, он после отставки все свои навыки и растерял. А то и раньше. А вдруг его и уволили за неполное соответствие физическим и психологическим требованиям, предъявляемым офицером спецназа. И как это понимать? Че-че-че? Что такое? У вас недостаточно прав для знакомства с информацией. То есть, похоже, что имеющийся у тебя сертификат доступа не соответствует классу защиты данных, которые ты собирался изучить. Ну, то есть, другими словами, личное дело Расчесова засекречено. Бывшего спецназовца ГРУ Юрия Расчесова убийца выманил на лестничную площадку, обесточив квартиру. За дверью тренированного бойца ожидали темнота и смерть. Сотрудники ФЭС пытаются разобраться в прошлом погибшего, но его личное дело засекречено. Какие секреты могут быть между силовыми ведомствами? Мы же за одно общее дело радеем. А может быть, Майского попросить? Он же ГРУшник. А это мысль. Кстати, да. Пусть задействует старые связи, выяснит, что за человек был этот Расчесов, в чем себя проявил, почему оставил службу. Возможно, вы постояете в своих его увольнении и кроется его причина смерти. Мне кажется, вы демонизируете ГРУ. Ничего. Там работают такие же люди. Из плоти и крови. Расчесов мог комиссоваться по состоянию здоровья, сорвать какое-то важное задание, наговорить чего-то лишнего начальству. Да, вариантов масса. Вот именно. Я и хочу узнать, какой из этих вариантов самый верный. Привет, Сергей. Между прочим, на телефоне господина покойного установлен один очень любопытный мессенджер. Там вся переписка исчезает сразу после прочтения. И тут секреты. С кем он хоть переписывался? А это еще один секрет. Сим-карты, состоявших с расчетом в переписке, анонимные. Я вижу только клички, которые он присвоил аккаунтам своих собеседников. Ну, значит, ему было что скрывать. А по открытым каналам он с кем-нибудь общался? Общался и довольно-таки много. В основном с представителями малого и среднего бизнеса. При том, что его вдова сказала, что он занимался консалтингом. То есть, что получается, он консультировал предпринимателей? Так что ли? Ну что же, я вынуждена констатировать, что наши надежды на связи Майского с ГРУ не совсем оправдались. Ну, а что-то ему удалось выяснить? Самый минимум. Ну, во-первых, это официальная причина, по которой личное дело Расчесова засекречено. Бывший офицер спецназа участвовал в ряде контртеррористических операций. Но он ведь мертв. Уже можно не опасаться мести со стороны сообщников погибших боевиков или их родственников. Родственники вообще-то и у Расчесова есть. А гриф секретности какая-никакая для них, но защита. Виноват. Это как-то я из виду упустил. Ладно, Галь, если есть во-первых, то, значит, есть и во-вторых? Да, вторая. И она же последняя информация, которой поделились с Майским его бывшие коллеги, касалась причин ухода Расчесова из ГРУ. Так мы же к Майскому по этому поводу и обращались. Верно. Вот только расплывчатая формулировка «уволен за нарушение условий контракта» мне лично ни о чём не говорит. Может, вы мне расшифруете? Ну, понятно только то, что уволен он не по собственному желанию. А так можно, конечно, каждый пункт многостраничного контракта с клуба изучать, всё равно ясности не прибавится. Тем не менее, уволили его за какое-то нарушение. Из этого можно сделать вывод, что Расчесов далеко не ангел. Тогда, может быть, и бизнес-контакты его? Никакие не консультации, а банально рэкет. А платить вымогателю вряд ли кому-то понравится. Что-то в этом есть. Осталось только понять, кто мог бросить вызов бывшему спецназовцу и к тому же на его территории, да ещё в условиях полной темноты. Ну, никто из них по-двоему мог дать отпор рэкетиру. Ну, в принципе, любой. Ведь для этого не обязательно самому участвовать в нападении. Можно нанять специально обученных людей. Через сайт бесплатных объявлений? Нет, ну я понимаю, конечно, что нанять киллера – это непростая задача. Но, тем не менее, что мало сильных, натренированных людей, готовых взяться за любую работу. Тем более, если их снабдить большим количеством денег и всем необходимым. Всем необходимым, говоришь? Приборы в ночное видение, например? Ну, предположим. Тогда имеет смысл пообщаться с Филиппом Митином. Он владелец сети охотничьих магазинов «Картеч». А это товар из-за текущего ассортимента? Совершенно верно. Позволяет видеть в темноте, оставляя при этом руки свободные. Для холодного оружия, например. А Расчёсов довольно часто и Митину звонил. Пусть тот расскажет, с какой целью. Митин, слушай, а зачем мы едем в загородную резиденцию этого митина? Мы не встречаемся с ним, скажем, в офисе. Ну, наверное, потому, что мобильный Филипп Кириллович определяется где-то в районе его подмосковного коттеджа. А зачем нам тратить свое время бензин-казю на дальние разъезды, если можем просто ему позвонить? А как же элемент внезапности? Он обезоруживает, если помнишь. Если серьезно, а вдруг Митин псих? Ну, вызвали мы его к себе. По дороге он себя накрутит, а его офис находится при магазине, в котором такое количество огнестрела, что в случае чего, не дай бог, придется применить войсковую операцию. Поэтому проще самим скататься. Я не ждал гостей. Могли бы предупредить, я бы Ваньку натопил. В принципе, еще не поздно. Это лишнее. Как скажете. Прошу. Чувствуете себя, как дома? Мы не отнимем у вас много времени. Филипп Кириллович, что вас связывало с Юрием Расчесовым? Как долго вы были знакомы, да и вообще, что он был за человеком? Я как-то не придавал особого значения этому знакомству. Он был из тех клиентов, которые приходили, постоянно докучали своими вопросами продавцов, а сами ничего не покупали. Мне приходилось брать огонь на себя, когда он появлялся. То есть вы вставали за прилавок и развлекали Расчесова светской беседой? А что делать? Мы контора клиента ориентированная. А зачем он вам звонил? Ну так, потрепаться за жизнь, за политику. А вы видите в этом состав преступления? Так, мне пора. Куда? Вы знаете, ваш ответ не показался мне убедительным. Расчесов общался с достаточно широким кругом предпринимателей, и я сомневаюсь, что у них у всех было время для обосторожней болтовни. Ну, может, у них какие-то свои темы для разговора были? Откуда мне знать? Все, никто ничего не пишет. Очень хорошо. Телефон на край стала положить. Так, быстрее загружай. Давай. Стоять на месте! Капитан Ласов, федеральный экспертный услуг. Ну что у вас-то? На два шага, отойдите. Андрюш, а что можешь сказать о ружьях фирмы? Сейчас, минутку. Продукция этого производителя официально в РФ не поставляется. Да не за что. И сколько эта красота стоит? Как хороший внедорожник. А тебе зачем? Все-все. Уже незачем. Ну и как же, господин Митин, вы собирались продавать оружие, на торговлю которым вы не имеете разрешительных документов? Без попутал. А източнее расчесов. Это его была идея, я в товар вложился. Расчесов через свои подвязки его мимо таможни провез, обещал документы оформить. Но с бумагами какая-то засада вышла. И вы решили наказать не сдержавшего слова переговорщика. Вырывай! Что не так? Слушай, тебе срочно нужно обратиться к врачу. У тебя передозировка хлорофилом. Ты сейчас похож на огромную зеленую цикаду. Но знаешь что, вот я тебя не вижу и весьма довольна этим фактом. О, теперь я тоже ничего не вижу. А слеп? Просто в приборе сработала защита от засвечивания. Поймите вы, не убивал я расчесывал. Наоборот, до последнего надеялся, что он все бумаги оформит. Зачем вы дали распоряжение вывести контрабандные ружья из своего загородного дома и магазина? Испугался, что ваши люди с обыском ко мне нагрянули. Занятная, конечно, штука, но в нашем случае она бесполезная. Я бы даже сказал, вредная. Аргументируй. Ну, представь. Выходит Расчесов из квартиры в темный коридор. Подсвечивает себе фонариком дорогу. Его и так будет видно. Зачем здесь прибор ночного видения? Да, но ведь так-то его еще лучше видно. Ненамного. И если свет от фонарика попадет в окуляр, там случайно, либо специально прибор вырубится на несколько минут и вообще станет бесполезным. Митин не мог этого не знать. Тут отвечал. Какой момент? Расчесов ведь ко мне не один приходил, а с группой поддержки. Ну, убью я его, а на завтра ко мне придут другие решалы и спросят, не я ли их Юрика замочил. Нам не надо. А кто входил в группу его поддержки? Я знаю. Они как-то особо не представлялись, но было их двое. Расчесов то одного навстречу брал с собой, то другого, а между собой они особо не разговаривали. Ну что, даже парой слов не перекинулись? Разве что парой. Хотя, как-то Расчесов при мне обратился к одному из своих и, видимо, назвал его по кличке, потому что на имя это не походило. А вы не можете вспомнить, как Расчесов назвал своего спутника? Да, он сказал «сов». Мне это почему-то сразу в память врезалось. Сов. Где-то я встречал подобное сочетание букв. Погоди. Ну точно. Так обозван, один из конфидентов расчесывался в мессенджере. Сейчас я пробил локации, с которых Сов учатился с дружками. Такое ощущение, что после убийства Расчесова его сообщник вообще забыл про свою симку. Активность нулевая. Полностью с вами согласна. Все, что касается контрабанды охотничьего оружия, это тема отдельного расследования. Да, мы передадим материал в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Всего доброго. Угу. Ну, докладывай. Я выяснил, откуда чаще всего сообщник Расчесова отправлял сообщение. Уточнил регистрационные данные проживающих жителей в этом районе. Я знаю, кто нам нужен. Вот он, сов. Колесов Василий Олегович. Бывший капитан спецназа ГРУ. Похоже, нас опередили. Да, причем опередили основательно. Бывший офицер спецназа ГРУ Юрий Расчесов убит на пороге своей квартиры. О прошлом экс-силовика мало что известно, а его личное дело засекречено. ФЭС удается установить, что Расчесов плотно общался с бывшим сослуживцем Василием Колесовым. Колесов тоже мертв. Граждане понятые, обратите внимание, в этой комнате, как и в остальных, тоже открыта форточка. Если что, здесь первый этаж. Смотри, вряд ли здесь спал Колесов. Судя по следам на белье, это был человек гораздо более низкого роста. Ребенок, что ли? Знакомый почерк. Разве что нападение было не со спины. Но остальные характеристики раневого канала идентичны первому случаю. И удар был один, и нанесен он точно в сердце. Я скажу больше, этот мужчина и убит был в ту же ночь, что и Расчесов. На второй кровати в квартире Колесова спал мужчина, вернее подросток мужского пола. Сын, брат? Нет, вообще ни малейшего кровного родства, ни с Колесовым, ни с Расчесовым. Ну понятно. В общем, неизвестно кто, и делся неизвестно куда. Это что ж получается? Мы остались вообще без версий? А может, вернемся к версии с контрабандой Ружей? Митин же говорил, что убивать одного Расчесова смысла нет. А у нас уже второй труп. Если бы Митин был причастен к этим убийцам, он бы этого не сморозил. По сути, это признание вины. И как-то не в его стиле. Ты вспомни, как он тебе пудрил мозг, рассказывая историю знакомства с Расчесовым? А по-моему, мы забываем самое главное. Убиты не абы кто, а двое бойцов спецназа ГРУ. Пусть и отставных. Я не нашел следов взлома на замке, кроме тех, которые появились в результате штурма квартиры Колесова. То есть ты хочешь сказать, что убийца открыл дверь своим ключом? Я этого не утверждал. Но с меньшей вероятностью убийца смог бы проник через форточку. Хорошо. А как тебе такой вариант, что убийца открыл дверь и запутил его в квартиру тот неизвестный молодой человек, который находился во второй комнате, а потом исчез? Хорошо. Но можно еще короче. Колесова убил его постоялец. Заколол ночью, а потом захлопнул дверь и пошел к Расчесову. Мы же не знаем, кто из них погиб первый. Все-таки мне удалось победить бюрократическую машину. После второго трупа мне выдали личные дела Расчесова и Колесова. Наверное, надо поделиться добычей с информационным отделом. Непременно. Ясно. И как вам удалось? Доказала главку, что между однотипными убийствами прослеживается определенная система. И уговорила руководство подключить каналы межведомственных связей. Расчесов и Колесов служили в одной и той же части. Почему меня это не удивляет? Ты дай, читай. Там повеселее информация будет. Обоих уволили за нарушение условий контракта. Похожего не было много общего. Даже слишком. Их выгнали даже за один и тот же дисциплинарный проступок. В состоянии алкогольного опьянения на угнанном БТР покинули расположение части. Своими действиями на улицу города спровоцировали несколько ДТП. Ну, надеюсь, теперь дело сдвинется с мертвой точки. Да пора бы уж. Просто если этого не произойдет, руководство, мягко говоря, меня не поймет. Никто не любит совершать лишние телодвижения, особенно если их приходится делать по чьей-либо просьбе. Ну как? Ну, эти ребята-спецназовцы вообще огонь. Три часа пьяные на БТРе нарезали круги по городу, расплющились с десяток автомобилей и чудом никого не задавили. Так вот, значит, за что их турнули. Даже и не знаю, какую теперь не из всего этого версию придумывать. Это потому, что я не сказал самого главного. В БТРе было не двое, а трое офицеров спецназа. Расчесов – инициатор попойки, Колесов управлял БТР, и третий Царевов ничем себя особо не проявил, но пил наравне с остальными. И что? Так его наравне с остальными и уволили. Вдруг он решил, что его карьеру собутыльники решили пустить под откос. Вот он отомстил. Надо показать фотографию Царева Митину. Ну нет, нет, это уж как-то слишком просто. Ты о чем? Да я решил проверить этого Дмитрия Царева на предмет его наличия в списке адресатов мессенджера Расчесова. Приготовил себя, значит, сложные ремусы отгадывать. А тут некий Царев указан. Как даже неловко. А ты геолокацию пробей. Может, это не тот Царев? Ну, в смысле, вовсе не Царев. Нет, похоже, все-таки тот. И как ты это понял? Ну смотри, его симка часто в одной соте с дачным корпоративом «Золотая кочка» определялась. А на семейство Царевых там оформлен участок. И сам Дмитрий похож сейчас на дачу. Ну, во всяком случае, его мобильник точно там. Митин опознал Царева, как второго соратника Расчесова. Что бы мы без него делали? Погнали. Степа, знакомый почерк. Что ты имеешь в виду? Удачи, обесточеры. Давай. Удачи, наверное. С Puisерита. Субтитры создал Дмитрий Главный. Какая-то зловещая тишина. Да, дом пустой, поэтому и тихо. Меня это тоже напрягает. Стой! Телефон Царева? Судя по всему, да. Похоже, он пытался написать Расчёсову и Колесову, но почему-то не успел это сделать. Чего, как парни куда-то пропали? Слушай, похоже, он не в курсе, что его армейские друзья уже того. Вероятно, но он мог догадаться, что с ними что-то не так. Твоя версия о том, что Царев убийца, не к черту. Да, сам вижу. Все трое погибших служили в одной части. Неплохо было бы пообщаться с кем-то еще из их сослуживцев, а лучше всего с их непосредственным начальником. С отцами-командирами? Ну, можно и так сказать. Нужен человек, который видел всю полноту картины происходящего в части. Боюсь, что ключ трагедии кроется в армейском прошлом этой троицы. А как мы узнаем, что у него было за начальство и чем оно занимается сейчас? Боюсь, что придется вновь задействовать межведомственные связи. На Майского больше надежды нет. Смотри, я, чтобы не терять время, сейчас поеду к этому Дягилеву, а ты дождись, когда Рогозина подъедет с его личным делом. А смысл? Пороешься с экспертами в его досье, как только что-то важное найдете, сразу мне пиши или звони, хорошо? Личное дело Дягилев Глеб Сергеевич, основного полковника спецназ ГРУ, начальника наших ныне покойных спецназовцев. Ну, наконец-то, а то я уже не знала, чем нашу гостю развлечь с ее дедеструктивными наклонностями. Ты забыла сказать шучу? А что, Дягилева после инцидента с его бойцами отправили в отставку? Проходите, садитесь, меня предупредили о вашем визите. Вадик, спасибо, что встретил гостя. Ты иди пока поиграй. Здравствуйте. Глеб Сергеевич, я хотел бы с вами поговорить о ваших бывших подчиненных Ращосове, Колесове и Царию. А что о них говорить? Отличники боевой подготовки получали только положительные характеристики. Ну, одна безобразная выходка, и все увидели их истинное лицо. Я был вынужден настоять на их увольнении. Послушайте, Дягилев ушел из спецназа ГРУ спустя месяц после увольнения оттуда трех пьяных фанатов бронетехники. Рит, забудь ты уже об этих безумных гонках. Надо жить сегодняшним днем, вот как Дягилев, например. Он, между прочим, руководит отделом в службе безопасности инвестфонда «Ура Борос». Ну и что тут феноменально? Ну, в общем-то, ничего, просто в сети гуляет информация, что бизнес-фонды в основном строятся на сомнительных схемах и откатах. А после прихода Дягилева через фонд прошло несколько объектов недвижимости. Бывших ранее на балансе Министерства обороны. Я так понимаю, говорить о ваших бывших подчиненных вам неприятно. Может быть, вы нас проконсультируете в смежном вопросе? Постараюсь, если это будет в моей компетенции. Как по-вашему, кто мог нанести трем крепким, тренированным и отчаянным людям подобное ранение? Посмотрите, пожалуйста. Видите ли, в чем проблема? Вот это новость. Оказывается, Дягилев был комиссован из армии по состоянию здоровья в связи с потерей зрения. Я вот думаю, каким-то образом крупный инвестиционный фонд взял на работу службу безопасности слепого. Мне одно это кажется странным. Связи решают все. Наверняка у Дягилева есть покровитель в Минобороны, который простроил его фонд всем на радость. При этом Дягилев от них не обездолен. Я изучил состояние его счетов, счетов его жены, ее родственников. Это же все богатые люди. Боже, не в спецназе эти деньги заработал. Свежие поступления. Я думаю, что это его процент за махинации с недвижимостью. Извините. Ничего, рабочий момент, понимаю. Глеб Сергеевич, вы бы не могли проехать со мной в ФС? У нашего руководства возникли дополнительные вопросы. Да, конечно. Что случилось? Держи, держи, держи. Прячь. Прячь. Сынок, поезжай к бабушке, мы скоро заберем тебя. Все, давай. Набрать номер Марьяна. А это еще кто? Из машины быстро! Гражданин Дягилев, в случае чего будем стрелять на поражение. Из машины быстро! Из машины вышли. Опа! А вот собственные орудия убийства. Слушай, я сравнила образцы ДНК задержанных с биоматериалом с простыней из квартиры Колесова. Так значит, вот судя по всему, в гостях у второго убитого спецназовца был Вадим. Это сын Глеба и Марьяна Дягилева. Ваши бывшие подчиненные похитили Вадима и требовали за него выкуп? Да. До меня давно доходили слухи, что дела у них в последнее время идут не очень. Они кинули пару клиентов. И с такими решалами уже никто не хотел иметь дел по доброй воле. И они опустились до банального рэкета. А как его похитили? Он ушел на прогулку. И тут же раздался звонок. Расчесов, видать, думал, что я забыл его голос. Не тот случай. Узнать, где они живут, особого труда не составило. Хватило нескольких звонков. Почему вы не стали обращаться в полицию? На то и был их расчет. Это из-за слухов о вашей причастности к махинациям инвестфонда с недвижимостью Минобороны? Понимаете, слухи слухами за них не сажают. Но эти отморозки обещали организовать свидетелей, показания. А такие, как они, не остановятся ни перед чем. Запугать, запытать. Пусть дело рассыплется в суде, но работать в этом бизнесе я бы уже не смог. Но вы же не станете отрицать, что занимаетесь не совсем законными вещами, выступая посредником между вашими прежними знакомыми из Минобороны и нынешними работодателями из инвестфонда? Я жил на пенсию по инвалидности. Такого никому не желаю. И мне нужны деньги на операцию. Ведь, хотя я и не вижу, но все же могу различать источники яркого света. Поэтому не теряю надежду. Вы понимаете, что вы являетесь сообщницей своего супруга? Без вас он бы просто не добрался до мест преступления. Это ведь вы привозили его на квартиры к Колесову, Расчесову, а потом и на дачу к Цареву. Я люблю и мужа, и сына. И готова для них на все. Жаль, теперь очень долго не увидите обоих. Зато им не придется из-за меня краснеть. Да, это я гасила свет, чтобы равнять шансы между слепыми и зрячими. И это я пробралась в окно в квартиру, где держали Вадима, чтобы открыть дверь Глеба. А как вам удалось устроиться в службу безопасности инвестфонда? Помогли связи в Министерстве обороны? Все было с точностью, да наоборот. Я получил контузию, приведшую к слепоте. На учениях, максимально приближенных к боевым действиям. Естественно, меня комиссовали, выкинули со службы. Вы испытывали чувство обиды? Скажем так, министерство и я на время забыли друг о друге. А руководство инвестиционного фонда я сам убедил в своей незаменимости. Как же, если не секрет? Знаете, бывают вот, к примеру, люди, которые могут определить марку автомобиля по звуку его двигателя. Предположим. У меня другая способность. Я могу определить состояние человека по его голосу и запаху. Я стал незаменимым человеком на переговорах. Меня использовали как детектор лжи. Ведь я могу довольно точно определить, говорит человек правду или врет, ничего не знает или тупо всего боится. А вас самого после этого никто не боялся? Еще как. Особенно эти трое. Они даже во сне смердили от ужаса. А мне оставалось лишь двигаться по направлению к источнику зловония. Так это получается, я еще по сравнению с другими легко оделся. Это потому, что ты как-то по-другому пахнешь. Кстати, а что у тебя за ворвем? Ацент на улице. Считаем. О, что у тебя за ворвем? Продолжение следует...